Как-то, вы знаете, рыбки волнуются, что я подошла. Не будем их тогда тревожить, я просто прыгну. Красота. Всем на индийский океан. Всем большой привет, с вами Дольче Вита. И как вы можете увидеть, у меня проехали сборы чемодана для отправления на мой прекрасный остров. Мой, да, потому что я влюблю всем сердцем. И частица моей души находится именно там, на Сицилии. Чемодан собирать я обожаю. Беру по минимуму, потому что, естественно, будет шопинг там. Поэтому вот в последние годы я поняла, что много набирать не надо. Хотя всегда ограничивается все же это. В любом случае смены нарядов каждый день два раза как минимум. Потому что есть пляжный отдых, да, и есть дальше уже выход куда-то. Но так как сейчас пляжного отдыха нету, мы находимся только в начале еще такой весны, но температура 20-24 градуса, то я должна предусмотреть вещи. Такие как что-то потеплее, потому что Сицилия вечером тоже преподносит погодку для меня холодную. 10 градусов, мне там холодно. Ну, в общем, я беру две пары джинс. В одной еду, одну беру с собой. Calvin Klein джинсы, я вам потом их покажу. Возможно, жена просто будут какие-то, естественно, кусочки видео. Вот этот вот котик такой, это хлопковая такая вот мальчика. Бью Кмуй. Это, по-моему, я правильно считаю, это такой бренд итальянский. Молодой достаточно. Ну, как, может быть, летший дизайнер флорентийский, да, Ференция. И вещи всякие такие вот очень интересные. Там я положила пару классических тухелев на всякий случай. Давайте я вам уже покажу. Поеду я в Сникерсах, на танкетке спрятанной. Классическую лодочку взяла с собой. Вот такие туфельки бордово-черных тонов. Гучи очень-очень, мне кажется, на все года, правда, классика такая вот. Ну, это на случай выхода вечером куда-то. Вот такая-то Мэкс белая. И причем она такая, да, полупрозрачная, как вот, как кружево. Вернее, это кружево, наверное. Вот такая очень нежная, приятная. Такой вот, да, стоечка, небольшая стоечка, воротничок. Дальше беру вот такую хлопчатобумажную. Хлопчатобумажную, но из хлопка, 100% Стефанель. Мягкая, хлопок, желтая, яркая, с пуговками, с джинсами. Великолепно. Дальше что беру? Так, что еще беру? Тут пижамка у меня. Еду я, наверное, в куртке-круссарде, которую я вам потом покажу. И беру с собой вот такой вот свой, свой любимый. Сейчас я вам на фоне точки на эти игрушки. Вот такой вот куртка-пиджак. Такого вот, видите, какой? Такая ткань. Это такой очень даже, я бы сказала, дорогой бренд. Белстав. Я его когда-то купила, по-моему, в Треста и была в городе, около Венеции. И вот этот эффект блеска на солнце потрясный. Куртка не вытирается, но качество, говорится, у себя. Я даже не знала, что такая марка достаточно дорогая. Вернее, она дорогая. Покупала, наверное, с какой-то скидкой. Ну, евро 300 я отдала, по-моему. А вот потом, пару лет назад, решила залезть посмотреть на их сайт Белстав. Вы знаете, там такие вот куртки по 600 евро, 700 и выше пошло все. Так что, ну, она мне служит, знаете, много лет. А вот я открыла, и чисто такой вот мягкий, плотный хлопок, хлопковая такая вот внутренняя часть. В нем очень уютно, в нем не жарко. И при этом он сохраняет тепло. Очень интересно. Здесь вот вы видите, здесь карманы, здесь карманы, здесь кармашки. Вот это, кажется, это моя такая, такая интересная ткань. Так, что еще я буду брать? Еще вам потом, может, покажу. Естественно, фен, естественно, косметику. Скорее всего, вот сюда я положу ее. Или здесь будут зубные принадлежности, наверное, всякие там. И какие-то, может, лаки для ногтей, не знаю. А уже косметичку возьму. Тоже возьму по минимуму косметики. Поеду, я думаю, вот в этом джемпере таком. Он не теплый и в то же время не холодный, знаете, в аэропортах. Нужно будет там ждать время часа четыре с половиной, пять. То есть в аэропорту обычно достаточно тепло. Вот, но в самолете бывает вначале холодно. В общем, вот такой вот красный красивый джемперок с белым воротничком от Стефанель. И джинсы Calvin Klein. Вот, девочки, это платье, которое я вам говорила, хлопковое. Эрфилд, по-моему, это австрийская марка. Это хлопок. Посмотрите, какой красивый принт. Такой, змеиный такой. А и зебра какая-то просвечивается в этом, скажем так, в этой фантазии. Но преимущество этого платья, да, и вот такие неоспоримые плюсы. Это качество, то, что оно мягкое, легкое. Далее, то, что вот эти вот бока, вот они сделаны в такой материал. Плотный стоит. И вот такие кнопочки. Эти кнопочки вы можете регулировать, делать платье менее вообще, либо удлинить его до колена. Оно очень приятно к телу, оно качественное. Ну, мне уже, наверное, более 5-6 лет. И вот качество платья сразу видно, потому что сколько уже было стирок, да, за эти годы. Конечно, я ношу его, ну, скажем так, может быть, в сезон раз 5-6. Но в любом случае вещи все равно меняются. Есть, например, ткани, которые со временем тускнеют, да, здесь же ничего не произошло. И это платье меня вручает и выручит в этот раз, я уверена, потому что оно может быть, на него может быть надет какой-то свитерок, да, сделать его. Ну, то есть оно хорошо и когда более прохладно, я имею в виду сейчас только средиземноморский климат, так и отлично впишется, если уже градусов 20. Кстати, покупала этой зимой, это вот такая кожаная юбка, да, эко-кожа, ну, великолепное качество. С обратной стороны вот такой бархат, она мягкая, она вообще струящаяся. Она, то есть такими, как вам сказать, ну, очень красиво сидит, в общем, темно-темно-синий цвет, черними, это ГЭС. И причем, представляете, когда я случайно посмотрела до покупки, я померила, и история такая, что я могла даже ее не мерить. Здесь XS, и она висит одна, и я просто подхожу к консультанту и спрашиваю, а есть еще другой размер? Она говорит, нет, это маленький очень размер. А я смотрю, вот, ну, по талии, не на XS, нормально размер, на S, на M даже, то есть я уверена, что мне будет нормально. И хорошо, что я померила и не ушла, не знаю, а это, кстати, такое пианино у нас электронное для дочки. И не знаю, кстати, зачем она это сказала, как сейчас тут сложу белье, я вот в такой пакетик всегда прозрачный складываю, здесь вот это такая шелковая блузка, вот там это вот другие блузки, юбка-карандаш такая, да. Дальше, что мне еще тут, что маечком показала, очки показала, да, я показала в покупках очки Гуччи, я буду брать одни очки. Такой футляр красивый, не буду брать, мне кажется, одних очков мне вполне хватит, тем более я их не носила, купила и как-то, ну, осень настала и все. На выезде из Дьютифри, на выезде из Сицилии в Дьютифри катание взяла, вот, смотри, такая дурочка красивая, и они зеркальные. Зеркальные, привет, привет, вот я с телефоном и здесь красиво спрятаны такие бабочки, цветы. Вот, так что беру их, ну да, беру еще вот это платье, что же она, наверное, показывала мне, наверное, точно в покупках, это на случай прохладного вечера, темно, тоже синяя, и вот в такие, здесь такой идет, такая полосочка источечек, металлический, да, кнопочек, и здесь по рукаву тоже, и сама горловина вот таким имитацией замка. Да, очень красивое платье, что это у нас Лиу Джо, или Лиу Ю, ну как, вы знаете, да, эту фирму, она такая недорогая, вот, нормальная ценовая политика у них, вот. А вот обувь я уже туфельки, туфли показала, беру вот такие снигерсы от Лори Блю, вообще выручали меня всегда, они классно смотрятся с джинсами, да и в принципе с платьями можно тоже обыграть. Тут спрятана танкеточка, они кожаные, здесь самши, и вот эти вот такие кожаные наклейки, вот, тоже отличная обувь я. Вот знаете, есть такие модели, которые покупаешь и носишь, 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 и не снашиваются, вот это об этой обуви. И сейчас вам покажу, нашла вот такие вот полусапожки, я как-то их не носила много-много лет, а сейчас же опять узкий нос идет, приходит в моду, сейчас я свет включу, чтобы было лучше видно. Вот такие вот полусапожки, смотрите, как красиво сделана пряжка и такая перфорация на вот этой вот, на вот таком ремне надетом. Смотрите, какие они как будто вот гофрированные, или как правильно, да, то есть не ровные, а вот такие. И это, знаете, какая марка? Элизабета Франки, Челинби, которая вот в своих коллекциях всегда обязательно вставляет, будь то в платьях, будь то в юбках, как будто в пиджачках, всегда вот идет вот этот вот металл, а вот на пряжечке написано Челинби. Элизабета Франки, знаете, кто знает такую, ну кто что-то имеет из одежды, из этого дизайнера, напишите. Вот так что вот, давно покупались, они носились один сезон, знаете сколько, вот правда, 9 лет назад, а сейчас же страну сэр и такой под панк 90-е в моде, а в 90-х, вот мне тогда там было сколько, 10 лет, наверное, да, там чуть больше 11, вот такие вот, такие сапожки были, такое было именно в моде сейчас тоже, это панк шик как-то так, что думаю их тоже взять, хотя, честно говоря, я в Италии не люблю ходить на каблуках, то есть в течение дня я все-таки думаю будут вот эти преобладать, ну и наверное возьму все-таки балеринку свою, правда, нужно доменять, уже произносились они в плане, ну, произносились, ничего с ними не стало, но вот это вот, они были такого кремового белого цвета, а видите уже вот затертости и затертости, сейчас тут лакированная кожа, все в порядке, с ней очень тоже поручали меня, сколько, 4 года, но наверное нужно уже купить новую балеринку, поэтому я хочу съездить на Сицилию в Аутлет посмотреть, там есть Максмара, там есть, вот правда нету, Гуччи есть, много всего есть, корченельные сумки, но ехать будет далеко от того места, где я буду находиться, то есть целый день тратить не хочется, а возможно вторый день я знаю, там магазины, где Сержиро, Сипулини, Почетти, все это стоит со скидкой 60%, первый этаж у них новая коллекция, второй этаж у них прошлогодняя коллекция, вот летом я очень жалею не взяла шикарные пудрового цвета, мягкие, на высоком толстом каблуке босоножки, так жалеешь, что не взяла, они стоили 250 евро, минус такс-фри, то есть где-то так 220 евро, босоножки, изначальная цена, сами понимаете, там 500 с чем-то, вот, так что наверное вот это, я в этом еду, возможно возьму это с собой, возможно возьму это с собой, красная какая-то рука странная на этом телефоне, ну в общем-то это три пары обуви, и классические туфельки я возьму с собой, вот такие сборы, мы с вами собрались вместе на Сицилию, можно сказать, осталась еще косметичка, Фен возьму свой, Бэби Лис, очень люблю его, ну что я вам снимаю на фоне ботинок, моя фишка, обувь, люблю очень обувь, поэтому наверное на фоне и снимаю, и болтаю, надеюсь слышно хорошо, вот, вот, девочки, вот эту курточку, вот этот такой, как она, Фельпа, по-моему называется в Италии, Труссарди Тру, я покупала, так, не в этом году, ну то есть не в 15-м, а наверное в 14-м, тоже на Сицилии, город Таурумина, там есть магазин Труссарди Тру, я ее беру с собой, потому что смотрите, это закатан, так, рукав, это очень модно, вот, мы сделаем его очень длиннее, он получает не полный рукав, и не три четверти, вот даже чуть-чуть открывает вопястье, это такой бринт, видите, тоже рептилия, такие вот пуговицы в два ряда, стиль мне очень нравится, красивый, вот стоечка, можно отметь раскрятаться, и она очень такая мягкая, легкая, то есть, конечно, днем я не буду ее носить, а днем вот тот вот пиджак, который я вам показывала, синий, и уже у меня давно-давно, года 4 или 5 назад, я вот так вот сама придумала, кстати, по-моему, в прошлом году дизайнеры такой показали, вот на тот пиджак, который я вам показывала в начале видео, блестящий, я надевала пуховик, пуховичок такой, монклер, в шоколадном цвете, то есть, у меня как бы был пиджак, и наверх пуховик, так вот, с этой синей курткой, та куртка синяя блестящая, рукав, если будет отсюда лазить, будет вообще супер вечером, чтобы не было холодно, и не хочу не тащить больше никаких пуховиков, курток, или как правильно сказать, не хочу тащить, хотя оно легкое, возможно, и возьму у меня, вот сейчас покажу вам, вот, подумываю взять, взять еще с собой, вот это вот пуховое, легкое-прилегкое тоже пальто от Max Mara Weekend, да, в магазине, кстати, там напротив, друг друга расположены трусары, напротив Max Mara Weekend, значок бабочкам, то есть, оно, вот вечером, если, конечно, прохладно, то одел, любой надел платье, и дальше вот этот пуховичок, и холодно не будет, там 10 градусов у моря, поэтому думаю, так как оно весит, это пальто, весит, наверное, грамм 200, максимум, наверное, возьму, ну, сколько, не знаю, грамм, но, наверное, в этом поеду, чтобы в аэропорту там не париться, в пальто, а пальто с собой вот этот, ну, пуховое, да, такое, как они правильно называются, Piumino, Piumino Doco по-итальянски, потому что там перышко, перышко, хотел сказать лебедя, гусиное перо, да? Ну, да, вот, так что вот это Felpa со мной, да, тот пиджачок я вам показывала, и, наверное, вот это все-таки положу, потому что не люблю холод, помню, и была на Сицилии в конце марта, очень было холодно вечерами, я мерзла, я не знаю, я такая мерзлячка, вот, а днем, да, можно будет одеть короткий рукав, а вот вечером такую курточку. Вот в таких классических, красивых, таких синих, не знаю, как передает камера, немножечко, совсем чуть-чуть затертых, новых джинсах я поеду, это Kevin Client James, посмотрите, они настолько классические, аккуратные, насколько, ну, я не знаю, в последний раз такие джинсы, знаете, я покупала вот именно, чтобы мне нравились очень-очень, и сидели хорошо, но при этом вообще джинсы я покупаю только, когда они сидят хорошо, да, как бы это первый критерий, если вещь сидит плохо, зачем их покупать, но дело в том, что многие джинсы мне неприятны к телу, я не люблю скини, скини, вот такие вот очень облипку, они так ногу, ну, мне как-то неприятно, я вот, когда я их снимаю, у меня облегчение, а эти джинсы, они, знаете, они узненькие, но они не в облипку и не широкие, то есть прямо, знаете, не знаю, раньше их назвали джинсы сигареты, вот, и это были сейлы, и я купила, а последний раз, говорю, хорошие джинсы, немного расклешенные, ну, там совсем такой хлопок, даже не джинсы, здесь есть много ласта, но там чистые джинсы, а я покупала тоже в Италии, естественно, ну, не тоже эти, в Минске, брала в Италии, тоже на каком-то магазине, в котором был хороший сейл, это были гучи джинсы, великолепные гучи, гучи великолепные джинсы, может быть, буду снимать вам видео, джинсы, либо в магазин джинсы, что-нибудь, что-нибудь придумаем, вот, и они сидели хорошо и приятны к телу, вот, не люблю грубый такой твердый джинс, не люблю, зиму не ношу, они же вообще дубеют, не понимаю, как можно под джинсы носить колготки зимой, в общем, это не моя тема, вот, а эти джинсы, вот, прям, они хорошо, и на осень такой, вот, когда чуть прохладно, сейчас даже можно надеть, ну, не гулять, вот, именно куда-то так, ну, с машинки, в магазин туда-сюда, то есть, вот, и по весне хорошо, ну, летом, когда там плюс 20, вдруг тоже, ну, не плюс 30, я вообще не ношу, когда жарко, блют, я ношу платья, и вот я пойду в них, и в красные, это, наверное, косточки, которые вам показала, и вот возьму еще, девочки, вот такую, такую красоту, это чистый кашемир, так, что тут вот, да, стопроцентный кашемир, фирма написана, бью, помню, как она называется, ну, вот тут вот произведут, ференция, да, вот ференция, и вот эти вот пчелки, очень такой приятный-приятный, рукава, видите, в такую полосочку, замечательный свитерок, возьму его, потому что мне все мои друзья, знакомые прожужжали уши, пишут смски, что очень жарко, но вечером очень прохладно, поэтому возьмем с собой такое, чтобы можно было поддеть, да, и не мерзнуть, я люблю холод, кто не любит холод, ставьте пальчик вверх, вот, потом возьму, конечно же, с собой шаль вот эту, ну, не шаль, а как это назвать правильно, платок такой красивый, люблю я леопардовые вот такие вещи, кто-то, многие, значит, считают, например, леопард мувитоном, да, ну, понимаете, смотри, какой леопард, то есть Кавалли, Роберто Кавалли в своих коллекциях использует всегда леопардовый, зебровый, либо леопардовый, либо питоновый принт, да, тросарди-куртку, которую я вам показала, питоновый принт, платье Airfield, тоже такой принт, поэтому, конечно, если одеть лосины блестящие в облипку с леопардом и красную кофту наверх и а-ля лобутены, то это будет жуть, вот, ну, вот, поэтому все нужно очень тонко как-то подходить к выбору одежды, ну, вообще, если нет стиля, нужно развивать стиль, поэтому вот это тоже было куплено в аэропорту в Дьюти Фри, вот такой вот шелковый платок, он очень широкий, широкий, сейчас покажу вам какой, смотрите, вот, ой, такой вот широкий, ну, да, где-то метр ширина его, вот, поэтому я люблю такие принты, ну, опять же таки, это вещи не кричащие, это вещи очень элегантные, очень такие, не выходящие из моды, то есть это не то, что появилось там что-то, вот вышел тренд сегодняшнего сезона, и все пошли покупать, я никогда не пойду за толпой, особенно по части моды, никогда, вот так, что почти весь чемоданчик собран, осталось еще, он на кресле лежит, пух, пальто, может быть, и в нем поеду, оно такое легкое, а куда его потом дел, дену в аэропорту, правильно, когда буду ждать самолет, нет, все-таки, наверное, поеду бы с этой куртки, голубой, которая там вот лежит, да, тоже я не замерзну, времени достаточно, в аэропорту всегда тепло, даже жарко, если солнечный день, как-то так все нагреваются, эти вот панели вверху, стекла, поэтому, да, вот такой чемоданчик, почти собрали, уже показала вам косметику, еще только покажу, которую буду брать, никогда такие видео не снимала, но, надеюсь, вам понравится, вот, девочки, так что, так что, да, всем хорошего дня, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok,